Начнем мы с классических приседаний. Это самое эффективное упражнение для ваших ягодиц. Мы ставим ноги на ширине плеч и начинаем опускаться вниз. Главное приседать максимально глубоко и следить за тем, чтобы колени не уходили далеко вперед. Это упражнение немножко напоминает танцевальная па. Наша задача выполнять его так же грациозно, как это делает балерина. Вы должны очень медленно опуститься и динамично подняться. На два счета вниз и на один вверх. Сейчас мы с вами будем делать отведение назад согнутой ногой, для того, чтобы более эффективно проработать наши ягодичные мышцы. Приняв упор лежа на полусогнутых, мы поднимаем поочередно ноги вверх, согнув ногу в колени под углом 90 градусов. Для лучшего эффекта, опять-таки, стоит зафиксировать ногу в верхней точке на пару секунд. Сейчас мы будем выполнять третье упражнение, для которого мне понадобится степ. Вы же в домашних условиях в качестве помощи можете использовать кровать либо стуль. Лежа на спине мы сгибаем ноги и начинаем поднимать таз вверх. Для того, чтобы упражнение было максимально эффективным, вы должны зафиксироваться в верхней точке и максимально напрячь ягодичные мышцы. Однажды моя попа выручила мою подругу. Она обещала своему любимому, который живет в другом городе, что к Новому году приведет свои ягодицы в надлежащий вид. Но, к сожалению, она не вложилась в сроки и пришлось попозировать ее фотоаппарату моей пятой точки. И для того, чтобы убедить его в том, что это ее ягодицы, мы на моей правой ягодице нарисовали точно так. Начнем мы с классических приседаний. Это самое эффективное упражнение для ваших ягодиц. Мы ставим ноги на ширине плеч и начинаем опускаться вниз. Главное приседать максимально глубоко и следить за тем, чтобы колени не уходили далеко вперед. Это упражнение немножко напоминает танцевальная па. Наша задача выполнять его так же грациозно, как это делает балерина. Вы должны очень медленно опуститься и динамично подняться. На два счета вниз и на один вверх. Сейчас мы с вами будем делать отведение назад согнутой ногой для того, чтобы более эффективно проработать наши ягодичные мышцы. Приняв упор лежа на полусогнутых, мы поднимаем поочередно ноги вверх, согнув ногу в колене под уклом 90 градусов. Для лучшего эффекта опять-таки стоит зафиксировать ногу в верхней точке на пару секунд. Сейчас мы будем выполнять третье упражнение, для которого мне понадобится степ. Вы же в домашних условиях в качестве помощи можете использовать кровать либо стул. Лежа на спине, мы сгибаем ноги и начинаем поднимать таз вверх. Для того, чтобы упражнение было максимально эффективным, вы должны зафиксироваться в верхние точки и максимально напрячь ягодичные мышцы.